Мои родители, Бобровский, Иван Семенович и Варвара Ефимовна, познакомились задолго до той тяжелой поры. В мирное время они работали на славных шахтах Донбасса. Началась война. Каждый мужчина, который дорожил своей семьей и родиной, шел на защиту своего отечества. И мой папа не был тому исключением. На мамины плечи легла забота о семье, в которой осталось еще три человека. Годы Великой Отечественной войны были очень трудные, с голодом, с бомбежками. Но те, кто оставался в тылу, знали, что их отцы, мужья и сыновья, защищающие своих матерей, жен и детей, находятся в более тяжелых условиях. Папа воевал на Малой земле, в Болгарии и дальше до победы. Он награжден многими медалями и орденом Великой Отечественной войны второй степени. После Великой Победы папа восстанавливал разрушенные шахты Донбасса, а мама была домохозяйкой. Папа был немногословен, не любил рассказывать о войне, но иногда кое-что вспоминал. Служил моряком на Черном море, рассказывал, как они топили корабли в Севастополе, чтобы они не достались фашистам. До Берлина он не дошел, для него война закончилась в Болгарии. Моего папу, Бобровского Ивана Семеновича, наградили медалями за победу над Германией, за оборону Кавказа, за боевое отличие, за трудовое отличие, за восстановление шахт Донбасса, орденом Жукова и другими победными наградами. Ярким моментом для меня было возвращение папы осенью 45-го года. Хотя я была очень маленькой, но этот день запомнила хорошо, и что памятное было его подарок – коричневая кружка, которую я храню до сих пор. Несмотря на все тяжелые испытания, папа и в мирное время отдавал себя работе своей любимой Валечке и мне, маленькой дочке. Они прожили долгую и по-своему счастливую жизнь. Мама умерла 5-го февраля 93-го года в 78 лет, а папы не стало в 94. Он ушел из жизни 23-го ноября 2004 года. Вместе они прожили 58 лет. Вечная им память. Каждый год 9-го мая мы вспоминаем с моих старичков, которые не жалели своих сил и здоровья, чтобы я, мои дети и внуки жили счастливо в мирное время. Субтитры создавал DimaTorzok